Детокс-терапия Используем это лечение в современной медицине Какого рода медицинские проблемы может помочь решить детокс-терапия И я расскажу вам, как проходит это лечение в рамках Майер-терапии Мы с вами находимся в первом и единственном сертифицированном в России центре Майер-терапии Само по себе это направление в медицине началось в Австрии То есть это европейский подход и европейские стандарты Сообщество Майер-терапевтов, которое состояло из нескольких врачей С годами стало расширяться, то есть специалистов стало больше Майер-терапия уже приобрела течение, стала более популярной И сейчас практически в каждом европейском городе открыты Майер-центры Именно оздоровительные центры И в России в 2015 году открыл свои двери наше медицинское учреждение Но да, в этом году мы отметили пятилетие И с каждым годом у нас появляется что-то новое Мы стараемся улучшать качество своей работы Но тем не менее подходы и сама терапия Она соответствует европейским стандартам К вашему вниманию, уважаемые гости Фотография Франца Ксавьера Майера То есть это прародитель Майер-терапии Это австрийский врач, он основатель методики Майер-терапии Родился он в 1875 году Доктор всю свою жизнь посвятил изучению заболеваний желудочно-кишечного тракта То есть, проще говоря, Майер лечил большие и больные животы Понятно, что если живот большой, он нездоровый И доктор, он практиковал То есть он вел достаточно долгую наблюдательную работу на своих пациентах И разработал систему лечебного питания Лечебных очищающих процедур Массажей, да, то есть массажей кишечника И различные другие массажи по методу доктора Майера Все это направлено на то, чтобы через кишечник То есть именно через оздоровление желудочно-кишечного тракта В целом улучшать здоровье пациента Да, действительно, терапевтической концепцией Майера считается Здоровый кишечник, это здоровый человек Но я думаю, вы со мной согласитесь В этом плане, что все-таки кишечник это корневая система И вы понимаете, что все, что мы едим И все, что мы кладем в рот И все, что, скажем так, попадает извне Кишечник начинает активно обрабатывать То есть это еда в первую очередь И от активности кишечника зависит, насколько мы То есть насколько не сформированы дефициты Скажем так, аноемии, допустим, дефицит железа Или определенной аминокислоты То есть у кишечника основная задача Это всасывание, это пищеварение Второй момент, это кишечник, это наша иммунная система Это барьер, это наша защита И если учесть, что огромное количество паразитов, бактерий, вирусов Мы получаем через рот И это может быть и на зелени, и через грязные руки Все-таки от состояния микробиологической флоры Тонкого кишечника зависит То есть наша резистентность, наша способность Противостоять тому или иному возбудителю заболевания Поэтому кишечник это пищеварение Кишечник это иммунитет, в первую очередь Это барьер И все-таки есть данные, что кишечник может влиять На нашу центральную нервную систему То есть это, как говорят американские врачи Это второй мозг Потому что он также вырабатывает гормоны, нейромедиаторы Он подчиняется тем же самым нейромедиаторам Которым подчиняется нервная система Он выделяет, вырабатывает гормоны счастья Это серотонин Там же вырабатывается гормон сна Это мелатонин То есть гормоны такие же там вырабатываются Поэтому для нас, для майор-терапевтов Кишечник он, то есть тот орган Через который мы работаем с телом То есть если у человека, к примеру, давление Высокая гипертоническая болезнь Майор-терапевт, он будет рассматривать Насколько кишечник может влиять на давление И какие мы сегодня можем сделать лечебные процедуры Для того, чтобы у этого пациента снизилось давление Вот в чем отличие, скажем так, обыкновенной терапии И именно майор-терапии Здесь, опять же, методами лечения мы используем И обследование различное, это называется диагностика То есть мы выявляем, что может нагружать кишечник Что это? Еда может быть, да? Или аллергены определенные Или это, возможно, это пищевая непереносимость физическая Например, человек ест слишком много фруктов То есть все в порядке с пищеварением Но он съедает настолько много фруктов Что просто идет физическая непереносимость Такого количества съеденной фруктозы И вот это называется, уважаемые гости, пищевая непереносимость То есть она может быть аллергическая Она может быть на фоне, скажем так, приобретенных каких-то перееданий И она может быть просто на фоне нашей перегрузки Объемом и скоростью Доктор Майер говорил, то есть он выдвинул такое мнение Что мы едим слишком быстро, согласны? Мы действительно едим слишком быстро Задумайтесь, вот подумайте За сколько минут или секунд вы можете съесть яблоко Или, допустим, хурму средних размеров Я думаю, что очень быстро То есть это, возможно, две минуты И действительно, доктор Майер обратил внимание Что если мы всего лишь начнем есть медленнее То есть мы будем уделять время нашим вкусовым рецепторам Дадим себе возможность почувствовать этот вкус сахара Если мы будем жевать 25-30 раз То есть совершать более частые жевательные движения И если мы не будем спешить во время приема пищи И если мы не будем так много есть Соответственно, это и есть непереносимость Это и есть перегрузка От которой наш желудочно-кишечный тракт страдает Поэтому Здесь методами лечения мы выявляем пищевую непереносимость И в процессе оздоровления Наши пациенты проходят очищение всего организма То есть по Майеру, несмотря на то, что Майер лечит кишечник Мы не чистим только кишечник Мы работаем со всеми фильтрационными системами Которые предусмотрела в нас природа Задача наша не похудеть Задача наша не почистить ваш кишечник И не дать сюда Ну, понимаете, да То есть задача не в этом Задача Майер-терапевта именно запустить естественные процессы оздоровления в организме То есть запустить все то, как должно быть Вы понимаете, что можно дать эффект короткий Он будет, но в динамике мы не увидим никакой терапии Если мы запускаем естественные процессы То есть мы влияем на обмен веществ На работу кишечника На нашу энергию На кислород На инсулиновый обмен В таком случае мы нормализуем обмен веществ И запускаем все естественным образом И в этом есть, скажем так, наш успех То есть мы работаем именно на результат И, конечно же, дополнительным эффектом происходит избавление от лишних килограммов Хронических недугов и улучшается общее самочувствие Но я думаю, каждому из вас, уважаемые гости, понятен то слово детокс Что это означает Детокс в переводе это очищение И сама по себе детоксикационная терапия Она сложилась давно, как течение в медицине Аюрведа Традиционная индийская философия, их медицина В основе их работы лежит именно очистка организма И они очищают так же Они используют масла То есть что-то убирают в питании Кто-то голодает, ощелачивает И там также идет очищение Но в аюрведе большее внимание уделяют все-таки паразитам, вирусам Инфекционным агентам, которые живут в организме Сама по себе майер-терапия, она также очищает Но мы не истребляем паразитов Мы считаем, что не нужно истреблять паразит, если он есть в небольшом количестве Потому что наш иммунитет, он справится сам Он переборет этого паразита и не даст ему распространяться Мы чистим не от паразитов Майер-терапия снимает общую токсическую нагрузку с организма Которые мы получаем из окружающей среды То есть это радиация, это излучение Это качество воды, это качество пищи Это, скажем так, химические вещества Которые мы можем получить, условно, через бытовую промышленность Через еду И действительно, если говорить о токсической нагрузке современного мира Современного человека, она действительно велика Я думаю, вы согласитесь, что наши прадедушки и прабабушки Они жили в более экологически комфортной И такой спокойной обстановке Несмотря на то, что были какие-то другие события Но токсическая нагрузка и степень влияния на человека Она была гораздо ниже Поэтому здесь имеет значение и состояние воздуха, и воды, и пищевые токсины И профессиональные опасности И, в общем-то, это экзогенное То есть это наружное, это то, что мы приобретаем Лекарственные препараты Возьмите наши вредные привычки Среднестатистический человек Каждый из нас использует обезболивающие препараты Я думаю, хоть раз в неделю Или раз в неделю мы выпиваем эту таблетку от боли То есть насколько велико именно вот Насколько велика наша интоксикация экзогенная Все было бы плохо Если бы не наша фильтрационная система То есть это те органы, которые помогают человеку Сбрасывать вот этот балласт Эту нагрузку Этих систем несколько То есть мы, когда представляем себе человека Мы помним, что есть дыхание Это дыхательная система Это система, которая обогащает кровь кислородом И выводит излишки углекислоты И это буферная система, которая поддерживает PH-баланс Потому что мы можем или окислиться, или наоборот Опять же находиться в состоянии противоположном Поэтому дыхание Здесь я привела фотографии Степени поражения легочной ткани Я думаю, курильщикам нужно запомнить эту картинку Именно легкие, которые у нас Опять же поражены до состояния Скажем так, необратимых последствий На фоне которых мы видим и раковые заболевания И по статистике от рака легких До сих пор умирает большое количество мужчин После 50 лет То есть это 50-60-65 И это очень сильно влияет на продолжительность жизни мужчины И это влияет на качество его жизни Это может быть само по себе Являться причиной дыхательной недостаточности Одышки, бронхиальной астмы И надо отметить, что в легких эти изменения К сожалению, они необратимы То есть если на печень мы еще можем повлиять Гепатопротекторами То после определенной стадии В легких процессы необратимы Поэтому здесь на Майер-терапии Вы получаете кислород Это прогулки Скандинавская ходьба Это горный воздух Когда через маску аппарат подает кислород В режиме повышенного и пониженного атмосферного давления И здесь вы получаете кислородную терапию в барокамере То есть для этого мы работаем с легкими И влияем на сатурацию кислорода Поэтому от себя хочу добавить Уважаемые гости, пожалуйста Следите за своим здоровьем За своими вредными привычками Потому что мы сами себе можем сделать гораздо хуже Чем, например, окружающая среда Следующая фильтрационная система Система, которая выделяет Это мочеполовая система И почки Почки это парные органы Которые анатомически расположены под 12-м ребром Находятся они в жировой капсуле Потому что они ни к чему не прикреплены И эта жировая капсула их удерживает на месте Поэтому эта информация для женщин Которые хотят очень сильно и максимально похудеть То есть высушиться Этого делать категорически нельзя Потому что если мы худеем Жировая капсула почки также, соответственно, истончается И мы наблюдаем опущение органа То есть вот как может сформироваться опущение почки Опять же есть реконструктивные операции по, опять же, женские По истончению, то есть на талию Чтобы талия была тоньше И здесь удаляется 12-е, иногда 11-е ребро Просто удаляется Соответственно, такие операции Они также приводят к тому, что почки просто опускаются Поэтому этого мы не рекомендуем делать категорически Роль мочеводелительной системы Мы выделяем здесь все продукты То есть это мясо, это азотистый обмен Это некоторые ядовитые вещества, лекарственные препараты То есть здесь идет очень быстрая скорость фильтрации В почечных клубочках Такие вот там внутренние органы Вернее, не органы, а внутренние структуры Их называют клубочки Именно в почечных клубочках идет фильтрация крови И здесь все ядовитые вещества, продукты Отходы, азотистые основания Отфильтровываются в мочу И моча выделяется из нашего организма Опять же, вот такой идет вариант очищения крови И здесь мы видим, что парные это мочеточники Это шнуры, откуда выделяется моча И если кто-либо когда-либо испытывал почечную колику На фоне мочекаменной болезни, когда выходит камень Вы представляете, насколько узкий мочеточник И насколько большой может быть камень Потому что сама по себе вот эта почечная лоханка Она достаточно большая И когда камень проходит через физиологическое сужение Мочеточники, они узкие Мы чувствуем очень сильный болевой синдром Со следами даже, ну там с кровью, к примеру Удаление мочи из организма Проходит, опять же, сначала идет коллектор Это мочевой пузырь, это мышечный орган И этот орган мы можем контролировать самостоятельно То есть там мышцы, которые нам подчиняются Но, опять же, уважаемые урологи Рекомендуют долго не терпеть То есть если вы хотите сходить в туалет И ваш мышечный орган сдерживает это Так делать нельзя Потому что, опять же, мышечный орган Мы наблюдаем гипертрофию мышечной стенки Соответственно, это нехорошо Строение мочевого канала у мужчин и женщин разное У ретро, соответственно, она у женщин короче У мужчин она длиннее Этим обусловлена именно частая инфекция Нижних отделов мочеводелительной системы Речь идет о циститах Поэтому женщины, они к циститам более склонны Потому что у ретро у нас короче И бактерии, соответственно, очень быстро снаружи Могут попадать в верхние отделы мочеполовой системы Как вы думаете, уважаемые гости Что же нам нужно делать для того, чтобы этот фильтр хорошо работал? Я с вами соглашусь Увеличение питьевого режима Чем больше мы пьем, тем качественнее проходит фильтрация Тем лучше выводятся соли и продукты азотистого обмена Поэтому в обычной жизни мы рекомендуем каждому из вас Пить не менее 2 литров чистой воды Опять же, желательно теплой комнатной температуры И на детоксикации, какая бы программа ни была То есть аюрведа или майертерапия Вы должны здесь пить в 2 раза больше Соответственно, это не менее 3,5-4 литров воды Это, опять же, возвращаясь к вопросу о том, почему я не хожу в туалет На детоксикации Или почему у меня плохо проходит лечение Поэтому, уважаемые гости, обратите внимание Сколько вы пьете Определите свою суточную потребность Если, опять же, математический расчет 30 мл на килограмм массы тела Ориентировочно Если вы весите 50 кг, вы должны пить не менее 1500 Это 1,5 литра Следующая фильтрационная система Она представлена сосудами Это вены, это артерии То есть это система, которая обеспечивает ткани, органы кислородом Питательными веществами Которая позволяет, опять же, удалять излишки токсинов из органов и систем И для того, чтобы наша сердечная сосудистая система работала эффективно Мы должны поддерживать кардионагрузки низкой интенсивности То есть сердце, это мышечный орган По сути, он обеспечивает работу насоса То есть он сжимается и разжимается И для того, чтобы сердце работало эффективно Во-первых, нам нужно следить за тем, чтобы оно не ускорялось То есть мы должны следить за ритмом И в покое наш пульс не должен превышать 60-65 ударов в минуту Обратите, пожалуйста, внимание на ваш пульс в покое, уважаемые гости Если он чистит, соответственно, насос не работает эффективно И он не может кровоснабжать весь организм адекватно Понимаете, почему мы должны стремиться к целевым значениям пульса И для того, чтобы, в принципе, система работала хорошо Рекомендованы кардионагрузки низкой интенсивности Не менее 10 тысяч шагов ежеднев Приятным темпом, да То есть для этого не обязательно бегать Не обязательно использовать снаряжение для скандинавской ходьбы В зависимости от вашего самочувствия, от состояния суставов Потому что иногда могут болеть коленные, тазобедренные суставы Иногда у пациента может быть заболевание, которое является противопоказанием для сильной активности Поэтому тут не надо разгоняться, тут достаточно такая прогулка Но она должна быть По наблюдению врачей, медицины Люди, которые поддерживают физическую активность в течение всей своей жизни Способны продлить свою жизнь на 20-30 лет Обратите внимание, насколько мы можем повлиять на продолжительность Согласны? Не согласны? Ну, в общем-то движение это сила Поэтому если вы, например, заболели Или ваш родственник заболел И это касается пожилых, бабушки, дедушки То есть люди, которые после инсульта, например Люди с болями в спине Мы категорически не рекомендуем давать длительный постельный режим То есть человека надо поднять и давать хоть какую-то минимальную активность Потому что это ускоряет выздоровление и продляет жизнь Лимфатическая система представлена сосудами Это такие же сосуды, как артерии и вены Но внутри них находится другая жидкость Соответственно Представлена она лимфатическими узлами И наша лимфатическая система Она имеет коллекторы То есть места наиболее скопления Где вот эта лимфоидная ткань скапливается Это нужно, опять же, для барьера К примеру, если бактерия или вирус попадает к нам через рот То есть ротоглотка Что мы видим, что мы чувствуем У нас набухают и увеличиваются лимфатические узлы Вот он коллектор Его задача максимально ограничить возбудителя И не дать распространяться То же самое онкология Раковое заболевание То есть задача лимфатической системы Максимально долго удержать этот процесс То есть ограничить его от распространения Поэтому это коллектор Здесь могут скапливаться и токсины, и иммунные комплексы И метастазы Соответственно Так как это иммунная система Здесь во время Майер-терапии Мы снимаем нагрузку с этой системы Мы проводим лимфодренажные процедуры Опять же, питье, массажи, баночные массажи И, наверное, кто из вас попробовал баночный массаж? Пробовали? Следы остались от банок? Но не волнуйтесь, они у вас пройдут через 4-5 дней Это временный эффект Но задача баночного массажа За счет вакуума Воздействовать на коллекторы И мы таким образом раскачиваем лимфатическую систему Мы, опять же, способствуем выходу токсинов Детокс-терапия по Майеру может длиться до 21 дня То есть сама диета, сами методы Массажи, лимфодренаж, прием английской соли Но тут доктор определяет по состоянию пациента То есть насколько долго можно все это проводить Есть заболевания, которые являются противопоказанием Потому что, например, аутоиммунное заболевание Красная волчанка То есть системная склеродермия Там, где иммунитет работает против организма Своего собственного хозяина Иногда так агрессивно делать нельзя То есть нельзя ничего трогать И мы выбираем более мягкие способы Следующий фильтр – это желудочно-кишечный тракт Это та система, с которой работает Майер-терапия И здесь мы видим Обратите, пожалуйста, внимание Мы видим полное строение То есть все отделы желудочно-кишечного тракта И вы видите, это непрерывная пищеварительная трубка Здесь нет разделения на органы Поэтому именно в ротовой полости начинается пищеварение То есть ротовая полость физиологически задумана для того, чтобы Облегчать работу нижних отделов Именно тонкого кишечника Потому что все воспалительные процессы Вся аутоинтоксикация Она развивается именно в тонкой кишке Если мы на терапии просим пациента дольше жевать Мы активируем работу слюнных желез То есть, соответственно, больше слюней Выделяется больше пищеварительных ферментов Если сама слюна начинает лучше вырабатываться Тогда пищеварение начинает активироваться в ротовой полости И это облегчает работу тонкого кишечника Желудочно-кишечный тракт представлен ротовой полостью, пищеводом Вот он, трубка такая спускается Здесь у нас идет накопление пищи в желудке Желудок представлен малой кривизной и большой кривизной По малой кривизне у нас стекает жидкость И по большой кривизне у нас идет пища Задача желудка – это выработка соляной кислоты И она необходима для того, чтобы расщеплялся белок То есть мясо и рыбы, которые мы едим Оно начинает свое переваривание, расщепление только в желудке Больше нигде Поэтому мы настоятельно рекомендуем своим пациентам Соблюдать дренажный режим И вы можете эту рекомендацию соблюдать и дома То есть для этого не нужна майер-терапия Не запивайте пищу водой То есть если вы едите мясное блюдо, рыбное блюдо Этого делать категорически не рекомендовано Так как снижается концентрация соляной кислоты в желудке Кислота теряет свою агрессивность И мясо в таком случае не расщепляется А подвергается гниению Понимаете, да? То есть гниение Действительно гниение белка с образованием трупного яда Мочевой кислоты и других токсических веществ И майер-терапия через диету То есть мы пытаемся убрать этот патологический процесс Из вашего кишечника Супы не считаются То есть кофе в небольшом количестве утреннее Например, на завтрак Суп, он не в счет Если вам нужно запить немножечко лекарственные препараты Витамины, это тоже не в счет Здесь речь идет именно о холодной минеральной воде Например, газированные напитки Кока-кола Я надеюсь, вы так не делаете Но и просто вода Поэтому эту привычку запивать еду водой Мы рекомендуем Но это неправильно Потому что вода Это слюни То есть слюнные железы Должны заменять вам Опять же, вот этот процесс Поэтому мы с вами говорили О наружных Экзогенной интоксикации Мы с вами упомянули Что есть наружная интоксикация Это радиация, излучение Состав еды Пища, вода, воздух Это внешние загрязнители В нашем кишечнике В тонкой кишке Вырабатываются такие же токсины Такие же ядовитые вещества И пропанол, и бутанол И метановый спирт И этаноловый спирт Трубный яд И все это, как вы понимаете Отравляет нас изнутри Степень интоксикации у каждого разная Поэтому Майер-терапия Она пытается снять Именно внутреннюю аутоинтоксикацию Которую мы получаем На фоне неправильного пищеварения Здесь во время терапии Доктор работает больше всего Вот с этой зоной С этой целью мы используем Мануальную терапию живота Мы используем Опять же Английскую соль Очень часто гости задают вопрос Почему мы не делаем клизмы Или гидроколон-терапию Или мониторное очищение кишечника Потому что Очистка кишечника Она должна произойти В первую очередь От каловых масс И на самом деле Кишечник очень длинный Вот если разложить Его в длину Вы же понимаете Что здесь он То есть так Очень практично Утрамбованы Эти петельки Тонкий кишечник Может доходить до 2 метров Это в нас И затем Тонкий кишечник Переходит в толстый отдел У него немножко Другие задачи Но он может Также достигать 2 метров То есть ориентировочно 3,5-4 метра В длину И если мы Опять же Оценим его Общую площадь Именно всасывания Он занимает Примерно Теннисный корт То есть Вот эта площадь Внутреннее всасывание Как теннисный корт Поэтому английская соль Принимается Вами по утрам Строго натощак Концентрацию Подбирает доктор Задача доктора Получить от вас 2-3-4 кратного Акта Водификации В течение дня Но мы не должны Гоняться за чистотой То есть Если Все очень индивидуально У кого-то 2 У кого-то 3 Акта Но стул Должен приобретать Такую жидкую Консистенцию Сама по себе Майер-терапия Влияет на Желчный пузырь То есть Сами массажи Кишечника Английская соль Мы можем Использовать Тюбаж печени То есть Нагревание теплом Мы усиливаем Холерез Мы улучшаем Работу Желчного пузыря Внутри Печеночных Желчных протоков Вот у нас Желчный пузырь Он находится В районе Правого подреберья И когда мы Начинаем испытывать Болевые ощущения Тянущие Колющие Ощущения Здесь Это не печень Печень не болит Это желчный пузырь То есть Это такая Желчная колика Английская соль Она Обладает Желчегонным эффектом И Когда мы Начинаем терапию Мы Усиливаем Выход Желчи В просвет Двенадцатиперстной кишки И Соответственно Идет работа Данная классификация Представлена Самим доктором Майером Помните Я вначале Вам рассказала Что доктор Вел практическую работу Он наблюдал Он Обратил внимание Что у каждого из нас Форма и размер Живота Совершенно Разные И если Описывать Опять же Размеры Стадию Он Описал Форму Яйцевидного Живота То есть Вот это Яйцеобразное Увеличение Он Описал Явление Носителя Барабана Спереди То есть Барабанный Живот Большой Барабан Он Также Обратил Внимание Что Пациент Может быть Худой Но по сути Живот Все равно Присутствует И здесь Уже Не вес А именно Воспалительная Активность В тонком Кишечнике Вот эта Середина Живота На которой Я обратила Ваше внимание Тонкий Кишечник На фоне Воспаления Увеличивает Вот эту Зону И мы Видим Вот такие Животики Воспаленные Поэтому Когда Живот Увеличивается Опять же Брюшная Полость Увеличивается В верхних Этажах То есть Это все Что расположено Выше Пупка Это Газы Это Газы Соответственно Майер Терапия Назначает Пациенту Диету Которая Направлена На снижение Газообразования С этой Целью Мы Исключаем Фруктозу Это Фрукты Это Свежие Овощи И фрукты Мы Исключаем Бобовые Фасоль Молочные Продукты Которые Молочный Сахар И Мы Исключаем Лук Чеснок Ну то есть Вот такие Растительные Продукты Которые Могут Являться Причиной Повышенного Газообразования Если Уважаемые гости У вас есть Проблема Связанная С повышенным Газообразованием Вы можете Пройти Два Водородно Дыхательных Теста На лактозу На фруктозу И посмотреть Как ваш Кишечник Переваривает Эти сахара Не дают ли Они повышенного Газообразования Мы Также Видим Варианты Газо-каловых Животов То есть Когда Живот Равномерно Увеличен И в верхних Отделах И середина И есть Опять же Энтроптос Как мы говорим То есть Опущение Кишечных Петель Кишечник Он Поддается Кпереди И книзу То есть Петли Опускаются И Задача Майер-терапии Именно Поднять Вот этот Нижний Отдел То есть Поставить Его На Его Анатомическое Скажем Так Место Потому что От степени Энтроптоза Зависит Состояние Внутренних Органов Ну Смотрите Вот Кишечник Это серединка Все Что Внизу Это Органы Малого Таза Соответственно У женщин Кишечник Может влиять На состояние Матки Придатков Все Что Выше Это Легкие Опять же И Иногда Может быть Поджимание Легких Это Дает Одышку Это Дает Храп Это Дает Остановку Дыхания Во сне Например Апноя Мы наблюдаем Такой Синдром И Это Конечно Является Причиной Изжоги Поэтому Когда Есть Изжога Не нужно Стремиться Выпить Таблеточку Достаточно Всего Лишь Уменьшить Газообразование Перестать Есть На ночь Овощи Перестать Есть На ночь Фрукты Когда Давление Спадает Диафрагма Опускается И Мы Таким Образом Лечим Изжогу В зависимости От того Насколько Кишечник Поменял Свою Конфигурацию Он Влияет Также На Тазобедренные Суставы И Мы Наблюдаем Подвывихи Тазобедренных Суставов Когда Особенно У женщин Эту Скажем Так Пациентку Доктор Майер Описал Ее Позу Как Позу Уточки То Когда Мы Видим Сильное Опять же Усиление Поясничного Лордоза И В принципе Весь Ее Таз Он Поддался Назад И Соответственно И Тазовые Кости И Тазобедренные Кости Они Меняют Свою Конфигурацию Формируются Подвывихи Коксартроза Болевой Синдром Может быть Нарушение Походки Хромота Функциональная Разница В длине Ног То есть Одна нога Может быть Короче Другая Длиннее Поэтому Здесь Влияние Кишечника Оно Действительно Большое На нас Я думаю Каждый Из вас Узнал В какой-то Степени Себя Чуть-чуть Но Если Говорить О Вариантах Обладателя Барабанного Живота То есть Среди Нас И Наших Гостей Мы Встречаем Достаточно Много Таких Представителей Барабанный Живот Он Дает В принципе И Жогу И Повышение Давления И И Также Деструкцию То есть Патологические Изменения В самом Позвоночнике У Такого Пациента Мы Наблюдаем Грыжи Поясничного Отдела Мы Можем Наблюдать Опять же Протрузии Воспаление Седалищного Нерва Поэтому Здесь Вот Надо Убирать Объем Пациент Первый Это Норма То есть Сама По себе Норма Это Когда В пространстве В принципе И позвоночник Он Не Изменен И Если Провести Ось От Мочки Уха Вдоль Опять же Плечевого Сустава Мы Проводим Вот эту Ось Прямо 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 До Стопы То есть Она Должна Быть Прямая Вот Эта Линия Поэтому Майер Терапия Вот именно Очищение Организма По методу Майера Оно Направлено Не просто На очистку Кишечника Оно Направлено На воздействие Всех Фильтра 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 Систем И Это Помогает Недящее Питание Это Монодиета Это Термические Обработанные Продукты И Таким Образом Вы Предоставляете Уход То есть Вы Ухаживаете За своим Кишечником Отказ От непереносимых Продуктов Ну И Опять же Тщательное Оживание Мы Идет Одновременно С первым Этапом Это Очистка И Мы С вами Обсудили Что Как Очищение Мы Используем И Лимфодренаж И Кислород И Английскую Соль Тюбажи Печени И Также Мы Обращаем Внимание На PH Баланс Организма Потому Что В принципе Окислительные Процессы Они Нам Свойственны И С возрастом Окисление Оно Преобладает В нас Наши Вредные Привычки Алкоголь Опять же Избыток Сахара Мяса То есть Это все Окислители Особенно Глюкоза Очень Мощный Окислитель И Это Окисление Может Повреждать Органы И Системы Что Мы Наблюдаем Мы Наблюдаем Гастриты Например На фоне Окисления Мы Наблюдаем Варикозное Расширение Вен Нижних Конечностей Геморрой Как Проявление Варикоза Целлюлит Изменение Тонуса Тургора Кожи Пигментные Пятна Трещины На языке Это все Можно Расценить Как Последствия Окисления Организма Поэтому Здесь Майер Терапевт Активно Назначает Своему пациенту Щелочь Щелочные Таблетки Овощные Бульоны Питье Это все Необходимо Для Ощелачивания То есть Снижения Кислотности Но Щелочные Таблетки Есть противопоказания Поэтому Доктор Очень индивидуально Подбирает Дозировку И продолжительность Приема В принципе Дома Ощелачиваться Нужно И вы можете Дома Самостоятельно По утрам Выпивать Стакан воды Теплой С лимонным Соком То есть Вы выжимаете Лимон И сама по себе Лимонная кислота Обладает Ощелачивающей Способностью Как вариант Как вариант Например Яблочный уксус Только натуральный Яблочный уксус Если Две столовые ложки Мы разводим На стакан воды И мы пьем Это утром Это тоже идет Как вариант Ощелачивания Соду Пищевую Есть не надо То есть Здесь Сода Она Конечно В отсутствии Опять же Лекарства Раньше ее Использовали Для Гашения Кислотности Да Вот это Лечение Изжоги Да Как там Быстрый способ Она подойдет Но она не вылечит Она не даст эффекта А вот Щелочные таблетки Которые мы выдаем Гостям И Эта щелочь Сейчас Она Доступна Она продается В интернете Она есть практически В каждой аптеке Это Она может быть Представлена В порошках Или в таблетках Вы можете принимать Самостоятельно Если нет Противопоказаний В течение года То есть Профилактически Там Два раза в год Например Если вы Например Занимаетесь Активно Спортом И в мышцах Накапливается Молочная кислота Да Она дает Болевой синдром Спортсменам Мы также Рекомендуем Использовать Щелочь Для того Чтобы выводить Эту молочную кислоту Из мышц Третий этап Это Замещение И вот здесь Уже Дома Вы Начинаете Принимать Лекарственные препараты Витамины Антиоксиданты Заместительная терапия Это Поддерживающая терапия Мы считаем Что для Эффекта Для лечения Недостаточно Лекарств Это современный Подход То есть Недостаточно Таблетки От давления К примеру Есть еще Микроэлементы Аминокислоты Антиоксиданты Которые могут Повлиять На исход И течение Болезни То есть Назначить Таблетку Это слишком Просто Согласны Это слишком Грубо Порой Это очень Шаблонно И для того Чтобы Максимально Персонализировано Опять же Отнестись К пациенту Мы Исследуем Состав Микроэлементов По крови Состав Аминокислот Токсичных Веществ И Назначаем Эти препараты Как поддерживающий Курс В течение Года Надо сказать Что Антиоксидантную Терапию Мы должны Получать Ежегодно И с возрастом Потребность В антиоксидантах Она повышается Здесь И С действия Свободных Радикалов И В общем-то Сама Интоксикация Антиоксиданты Их много Но Вот Из таких Популярных Это Теоктоцит Например Мы назначаем И внутривенные И В капсулах Мы назначаем Альфа-липоевую Кислоту Коэнзим Кудейст Витамин С Это все Антиоксиданты Глутоксин Для того Чтобы Держать Наши резервы И наши Фильтры В чистоте Чтобы они Хорошо работали Здесь В центре Наши гости Получают инфузии Из различных Коктейлей Это могут быть И витамины И антиоксиданты Опять же И гепатопротекторы Мы используем Плаценту Человеческую То есть Плацентарную Терапию И сегодня Она показывает Хорошие результаты В лечении И цирроза Печени Алкогольной Интоксикации Печени Мы используем Плаценту Как Антивозрастная Медицина Для Молодости Речь идет О половых гормонах Либидо Потенции Мы используем Плаценту Для Иммуномодуляции То есть Она способна Уменьшать Воспалительные Процессы В организме Она способна Снижать Воспалительные Клетки В организме За счет Чего У нас Достигается Иммуномодуляция И мы Используем Сейчас Плацентарную Терапию В лечении Хронических Герпетических Инфекций Как иммуномодуляция Ну и Опять же Все различно То есть Необходима Консультация Доктора Поэтому Замещение Заместительную Терапию Мы приветствуем Здесь Мы что-то Назначаем Пациенту Здесь И вы Получаете Персональные Рекомендации Уже Как вариант Домашнего То есть Такого И Надо сказать Что Заместительная Терапия То есть Всю неделю Например Все 14 дней Лечения Ну или Там 7 У кого-то 14 Вы очищаете Кишечник То есть Мы выводим Патологическую Флору Из кишечника Бояться Не надо То есть Английская Соль Она Не Навредит Вашей Полезной Флоре То есть Она Не Усугубит Она Вымывает Полостную Флору То есть Избыток Болезнетворных Бактерий Тем самым Мы достигаем Эффекта Чистоты И Впоследствии Дома В течение Полутора-двух Месяцев Вы принимаете Пробиотики Кому-то доктор Назначает Синбиотики Метабиотики Сейчас очень много Ну и Если Мы приветствуем Когда пациент Соглашается Сдать анализ Крови На микробиоту Кишечника Потому что По этому Анализу Доктор Может четко Сказать Какие бактерии Нужны именно Для вас То есть Лакта Или бифида Их там Очень много Также В этом году Мы ввели Новые функциональные продукты Которые гости могут получать В ресторане Это как вариант Полдника Или Второго ужина Это Йогурты На основе Коровьего молока Без лактазы Без лактозы Без воспалительных белков Но Активно заселенные Пропионовыми бактериями Бифидобактериями Селеном И Многие из наших пациентов Получают Еще и Вот такую Поддержку Через еду Через питание Вы знаете Что у нас Был такой ученый Мечников Знакомый С теорией Мечникова И он один из первых Высказал мнение Что От состояния Флоры в кишечнике От того Насколько много Этих полезных бактерий Зависит Продолжительность жизни Наш иммунитет Наша способность Противостоять многому И он Рекомендовал Есть побольше Нарине То есть Нарине Вот это вот На основе Лактобактерии Булгарикус В дальнейшем Эту теорию Развили и Европейские И Японские Скажем так Ученые Вот Поэтому Кишечник заселять Нужно Здесь Полезные Как и Кисломолочные Продукты Если нет Явных Противопоказаний Здесь полезны И ферментированные Продукты Как например Сама по себе Квашеная капуста И сок Квашеной капусты То есть Продукт ферментации Настоящие Скажем так Соленые огурцы То есть Как продукт Ферментации Бактерии Чайный гриб Помните Такой Заливала Водой Чаем Заваркой То есть Он Вырастал И выделял Сок Он ферментировал Вот эту воду И Сама по себе Вот этот Чай Он Полезен Для наших Бактерий И например Если Пациенту Давать По 50 Миллилитров Вот этого Грибного Чая Допустим После еды Или в промежутках Между приемом пищи Не более 50 Потому что Больше Это будет вредно Вы Таким образом Влияете На вашу флору Вы даете Ей питание Соответственно Флора Это Один из Важнейших Факторов Здоровья Желудочно-кишечного Тракта И Мы Очень Много Говорим О том Что От того Как вы едите Зависит И их состав Мы рекомендуем Активно Убирать Сахара Потому что Сахар Он Питает Кандиду Это микроскопический Гриб Который Есть в нашем Кишечнике У каждого Но Если Мы Много едим Сахара Она начинает Расти То есть Кандида Молочница Она еще Как Последствия Любителей Молочного Шоколада Сладких Газированных Напитков Ну и Большого Количества Сладостей Как вариант Опять же Вирусы Простого Герпеса Представители Семейства Герпесовых Это Цитомигала Вирусы Пштейна Бара Они там Есть Но Насколько Они Будут Активны Зависит От того Как вы Поддерживаете Свою Собственную Флору Это касается И всех Паразитов Которые Мы можем Съесть Через Растения Через Немытую Зелень Например Или Через Яблоко Следующий Этап Это Обучение Но Я думаю Здесь Понятно И Я думаю Каждый Из вас Уже Успел Поприсутствовать На лекциях Мы читаем Ежедневно Стараемся Много Говорить О принципах Правильного Питания Мы Предлагаем Гостям Мастер-классы По приготовлению Блюд В ресторане И вы можете Записаться Через вашего Персонального Менеджера На мастер-класс Наш Повар Научит вас Готовить Правильную Вкусную Пищу Если вам Это интересно И есть Проблема Импульсивного Переедания Неправильных Пищевых Привычек То есть Нужно Работать С головой То есть С нашей Психологией И здесь Не обойтись Через психолога И наш Психолог Он способен Дать вам Инструкции Для того Чтобы Опять же Настраивать Мозг На Правильный Подход К еде Мы Заедаем Стресс Мы Заедаем Свои Нервы Мы Заедаем Свои Страх И Опять же Мы Можем Через еду Себя Поощрять И Жалеть Соответственно Это уже Психологическая Проблема Это Психологическая Коррекция И у многих Из нас Лишний вес Это проявление Психологической Зависимости Генетики Обнаружили Ген Который Отвечает За Обжорство Оказывается 35-40% Популяции Даже В России Являются Обладателями Гена Обжорства И если Он у вас Есть Вы будете Много Есть К сожалению Это Генетика И Мы Такому Пациенту Рекомендуем Питаться Дробно До 6 Раз в День Маленькими Порциями Чтобы Погасить Это чувство Аппетита Повышенного То есть Есть Факторы На которые Влияет Ваша Генетика К сожалению Майер Терапия Не способна Повлиять На генетику Это ДНК Это Не Меняется Если Вам Интересно Ваше Генетическое Опять же Влияние На метаболизм На обмен Веществ На ваш Вес То есть На вашу Физическую Активность Индивидуальную Потребность В витаминах Или Скажем Так Мы Благодаря Генетике Можем Или В принципе По природе Свои мясоед А вы едите Всю жизнь Овощи И зерновые Поэтому Мы Можем Предложить Вам Генетическое Обследование Которое Называется Активное Долголетие По анализу Слюны В нашем Центре Специалисты Проводят Опять же Расшифровку Генов Которые Формируют Наши Пищевые Привычки Мы С вами Вначале Затронули Такой Вопрос Для чего Нужна Детокс Терапия Зачем Очищаться Если есть Печень Если есть Почки То есть Мы Активно Можем Это контролировать И К сожалению Токсическая Нагрузка Велика И На примере Даже Животных И Ну Хорошо Не буду Про людей Буду на Животных Мы Видим Что У животных У домашних Животных Обострились Участились Ситуации С раком То есть Опять же Домашние Кошки Домашние Собаки Домашние Животные Откуда Это Идет Почему Так Много Рака Откуда Это Повреждение ДНК Что Это И Здесь Конечно Сама По себе Детокс Терапия По Майру Она Помогает Нам Вести Работу На Профилактику И Для Меня Как Для Доктора Конечно Онкология Она Имеет Очень Сильный Значимый Процесс Доказано Что В основе Множества Хронических Заболеваний И отклонений В состоянии Здоровья Лежит Хроническая Интоксикация Здесь Конечно Же И избыточный Вес И ожирение И Бесплодие Нарушение Функции Щитовидной Железы Различные Аллергии Кожные Заболевания Заболевания Легких Печени И даже Депрессии Синдром Хронической Усталости И боли В мышцах Фибромиалгии Мы можем Расценить Как вариант Интоксикации Да То есть Вот Именно Как В нашем центре Вы также Можете Пройти Обследование Мы с вами Сегодня Обсуждали О непереносимости Фруктовых И молочных Сахаров И я Рекомендую Вам пройти Водородно-дыхательные Тесты Если вы Не понимаете Почему Так много Газов Опять же Здесь же Мы можем Помочь вам Разобрать Ваши пищевые Непереносимости По крови Мы можем Помочь вам Разобраться С вашей генетикой И ваша Генетика Это паспорт В первую очередь Это то На основе Чего Формируется В общем-то Все здоровье И возраст Ассоциированных Заболеваний Которые Развиваются После 45 лет Это все Генетически Обусловленные Заболевания То есть У кого-то Есть предрасположенность К альцгеймеру У кого-то Есть предрасположенность К ожирению У кого-то К инфаркту И мы Сейчас имеем Возможность Заглянуть туда То есть Настолько глубоко Для того Чтобы удлинить Жизнь человека Улучшить Качество жизни И повлиять На возраст Ассоциированных Заболеваний Я думаю Что ваш Лечащий доктор Майер-терапевт Поможет вам Определиться Если вам это Интересно Со специфическими Исследованиями Потому что Их очень много Здесь также Мы ведем Работу по оценке Интоксикации То есть Оцениваем уровень Окислительного стресса В организме Оцениваем Состояние Фильтра Которые Нейтрализуют Все ядовитые Вещества Которые В нас попадают Анализ Называется Оценка Оксидативного Стресса Мы можем Провести Работу По обследованию Токсических Микроэлементов По коже По волосам По слюне То есть Это помогает Действительно Сформировать Персонализированную Медицину То есть Именно Индивидуальный Подход Для наших Пациентов Любимых И Надо сказать Что Подход Шаблонности Который К сожалению Есть В Государственных Учреждениях Медицинских Мы видим Этот поликлинический Прием Участкового Врача Который Принимает В день 30-40 Пациентов И там Действительно Идет шаблонность Мы видим Это явно Консервативную Медицину Где Назначается Слишком много Лекарственных Препаратов И не проводится Попытка Коррекции Причины Поэтому Превентивная Профилактическая Медицина Она Она То есть Она Эффективна Это уже Доказано Назначать Поливитаминные Комплексы К примеру Для Меня И для Вот К примеру Моего Собеседника Это неправильно Потому что У меня Может быть Определенная Потребность У него Определенная Это уже Шаблонность Да Витамины Принимать Надо Но Рекомендованность Сначала По крови Посмотреть Сколько У вас Конкретно Витамина В6 К примеру То есть Есть Вещества Которые Накапливаясь Аккумулируясь Оказывают Токсическое Действие На нас И И вот Эти неправильные Постоянные Приемы В течение Года Что мы Наблюдаем Мы Наблюдаем Токсическое Поражение Печени Лекарственный Гепатит Мы Видим Как На фоне Приема Спортивного Питания Опять же БАДов К нам Приезжают Молодые Люди Уже Сформировавшись С заболеванием Печени То есть Идет Интоксикация Это Неправильный Подход Действительно Уникальные Программы Мягкой Детоксикации Оздоровления Основанные На методике Доктора Майера Они Помогают Запустить Процесс Комфортного Снижения Вес Как вариант Укрепить Иммунитет Эффективно Предотвращать И стабилизировать Многие Хронические Заболевания Конечно же Это омоложение И оздоровление Методов Много Майер Терапия Она считается Самым мягким И самым Комфортным Опять же Вариантом Детоксикации Потому что Стресс И боль Это не значит Что вы Получите эффект То есть Если с вами Работают мягко И незаметно Поверьте Эффект будет Такой же А то и лучше Поэтому Когда К нам приезжают Впервые Гости И вы говорите Почему так мало Процедур Почему я не чувствую Ничего Это одна Процедура Это всего лишь две Здесь Эффект имеет Именно системный Подход То есть То что Идет работа Системно Со всем Человеком И внутри И снаружи Но не интенсивность Не агрессивность Ни в коем случае Потому что Агрессивные подходы Они дают Осложнение Как электролитные Дисбалансы Мы видим И неврологические Осложнения Нарушение ритма Сердца Мы видим Опять же Эффект Что когда Пациент Приезжает Домой Сниженный Вес Килограммы Они Приходят Заново В двойном В тройном Скажем так Эквиваленте Потому что Был стресс Если вас Заинтересовала Программа Детоксикации Вы также Можете Скомбинировать Ее Опять же С процедурами По антистрессу То есть Сделать акцент На оздоровлении Печени Мы можем Использовать Варианты Лечебного Голодания Это уже Отдельная Тема Мы можем Использовать Опять же Вашу Программе Терапию По омоложению Через Капельницы Через Различные Физиотерапевтические Методы Косметологические Услуги Но Сама по себе Вот эта база Детоксикации То есть Мы способны Скомбинировать Если вам хочется Чего-то больше Конечно же Мы идем Навстречу И очень Скажем так Индивидуально Подготавливаем Эту программу По оздоровлению Спасибо вам За внимание